здравствуйте уважаемые телезрители это программа час интервью я григорий тимони сегодня гость моей программы руководитель театра русской драмы что для вас важнее and studio или театр вы знаете в ситуации которые мы оказались в канаде театра не может быть без студии потому что профессиональных актеров здесь буквально считанные единицы и когда мы с валентином решали совсем с моим мужем и партнером что же нам делать и как нам осуществить театральные проекты мы поняли что мы должны актеров воспитать сами поэтому это так повязано между собой что очень трудно сказать что важнее и того театр но для того чтобы оно произошло должна быть студия должны быть воспитаны научены люди для того чтобы они это делали я открою это никакой не секретно открою зрителям впервые в моей практике мы перед началом съемок мы проговорили пищи два часа да да и даже даже не заметили при этом опять же скажу мы встретились первый раз жизни это в общем живем в этом городе мы уже обнаружили что ваши родители никакого отношения к искусству не имели они были медиками медики были врачи мама патологический анатом а папа судебный медик самые страшные врачебные проекты кстати две довольно близкие 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 да да их роман начался на одной кафедре скажем так когда они учились и были студентами саратовского института но и продлился дальше у вас было хорошее детство оно было интересное необычное дело в том что как только я родилась в стране на разгаре было дело врачей а мой папа был еврей мама русская папа еврей и они одновременно и меня рожали и диссертации к защите готовили мама блестяще защитилась а папа блестяще провалился всего прямо на защите провалили да 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 практически сразу мама была у меня мудрейшая женщина и как не тяжело ей было расстаться столько что рожденным первым долгожданным любимым ребенком она сказала своей маме моей бабушки она сказала что мама я должна спасать макса а ты должна вырастить олю и и она схватила папу подмышку и утащила его в только что организованные в этот момент на дальнем востоке далеко от событий и центральных событий и от мировой культуры мировой культуры благовещенский государственный медицинский институт куда брали всех подряд потому что никто ехать не хотел это был строящийся город благовещенск с отсутствием еще домов улицы вообще ничего дальний восток в 50-е годы о чем мы говорили но благовещенск немножко отличался потому что это был купеческий город да какие-то стояли но во всяком случае жить моим родителям было негде и они жили в морге это очень да да жили они в морге в комнатке при морге соответствующими запахами а морг пахнет весьма специфично и запах формалина для опять же новорожденного ребенка на дальнем востоке мама понимала что это нереально то есть она меня отдала бабушки с дедушкой а сама взяла папу и они уехали туда а я осталась проститься в городе саратове у моих всех всех родственников но вы знаете я не ощущала себя при этом брошенкой сиротой естественно себя не помню там первые там пару-тройку лет я слишком была мало но с момента когда я себя уже помню я знала что меня где-то правда далеко почему-то у всех близко у меня почему-то далеко живут замечательные родители которые во первых они писали раза два-три в неделю мы получали письма с полным описанием что у них происходит с вопросами с какими-то историями какими это просто было задвину как самое главное во вторых мы бесконечно получали с дальнего востока посылки а посылки страшно для того времени интересные потому что никаких ананасов в шампанском все времена не предвиделось в городе саратове и никаких роскошных китайских всяких штучек дырючек не предвиделось а мы бесконечно чуть ли не еженедельно получались безумно вкусные красивые посылки ну и все лето каждое лето мои родители приезжали и мы проводили три месяца на даче но в общем родители снабжали снабжали изо всех сил и они правили они они так построили наши отношения чтобы я немножко удивлялась что почему-то у меня родители далеко но мне совершенно не было ощущение сиротства что я брошенка меня были прекрасные родители которые просто почему-то они не очень могла это объяснить не себе не окружающим почему-то живут далеко от меня никогда не раз взяли они взяли меня когда мне исполнилось шесть лет они получили свою первую комнату нормальном доме а и в эту комнату они меня уже был нормальный нормальный несколько этажей несколько этажей дом коммунальная квартира была значит жили два папа к тому времени уже доктором наук был практически зачетившимся во втором жил профессор вот такая была коммунальная квартира из двух профессоров их же так что вот так мы жили а что вы запомнили общая жизнь в благовещенске о знаете я запомнила две вещи во первых я запомнила наводнения какого года сейчас не смогу вспомнить ноги это вот когда я только приехала мы жили на первом этаже весь город был вызван разделились сразу и амур и зэ это очень страшно когда две эти реки разливаются одновременно и все население города все работоспособное население города было отправлено таскать мешки с песком делать дамбу потому что все это шло и шло в город а я осталась дома одна то есть в нашей квартире жили четверо взрослых и один ребенок то бишь я и вот не спел я очень хорошо помню что вода била в стекло вот она не то чтобы стояла вот она уже била в стекло вот это ощущение запомнила это было такое на всю жизнь я я думала а вот что мне дальше делать думала я из он у нас же трехэтажный дом я денусь пойду по лестнице и буду подниматься выше и выше потом мама с папой конечно придут и меня спасут вот это вот у меня даже план уже разработан как дальше себя вести да вот это вот первое чувство такое вот такое на всю жизнь запомнившиеся ну и у меня второе такое замечательное первая любовь я училась первом классе и меня все время дергал за косички как положено и не только вообще скидывал откуда-то с горок замечательной красоты мальчик гена мазин я даже запомнила на всю жизнь как его звали гена мазин начин кончил сделала те же папа взял его за шкиркой сказал вот еще раз ты ему ты за что и почему ты ее обижаешь что гена мазин заплакал искал я ее люблю это чувство осталось во мне на всю жизнь первый класс сколько этом прожили да не очень долго года два-три в итоге потом мои родители им все-таки хотелось уже поближе к цивилизации времена драконовские кончились папа защитил диссертацию уже во всю шла докторская и в этот момент открывался опять же новый медицинский факультет при петрозаводском государственном университете это столица карелии и пригласили туда и они с удовольствием туда переехали потому что ну карелия не дальний восток это гораздо ближе к центру к питеру вот они хотели конечно поближе вы там такой через школу да а мне не только кончила школу там я не растет окончила тоже самое коллеги ческий факультет а потом театре начала работать там там же а как вообще театр появился на горизонте почему тоже странно вообще знаете у меня вообще все в жизни как-то не ровно линейно как у людей идет степ-бай-степ до каком-то направлении взяли какие-то зигзаги странная жизнь выдает с театром например театр я ненавидела причем ненавидела на уровне физиологическом когда мы были маленькие я и моя двоюродная сестра маришка ее папа был очень известным саратове солистом саратовской оперы там прекрасный оперный театр и нас маришкой еженедельно водили то на балет то на оперу в обязательном совершенно порядке еще балет я так вся хотя тоже балет мне не шибко нравился но уж оперу я возненавидела на всю жизнь потому что толстые тетки которые пели что им 18 лет только исполнилось меня совершенно прямо прям побивали из клеи все эти страшные истории про бельниц и стариков которые там всех пугают а на самом деле не страшно тоже мне чудовищно раздражали своей фальшью в общем театр мне не подошел по жизни а потом еще когда мы были на дальнем востоке мама с папой подури повели меня на гамлета моем-то возрасте тамошнем в общем доконали меня окончательно театр я ненавидела и случилось совершенно неожиданно мы уже жили в карелии я была совершенно взрослая собиралась поступать на филологический факультет придав как бы семейные ценности потому что у меня со всех сторон врачи во многих поколениях оттуда приехал и фрус со спектаклем и своими театром малой бромной и как-то так случилось что я попала на спектакль а дальше я просто каждый на что это был за спектакль это было романо джульет там болтали дураки что дочь у нас одна а на поверку лет и много как нас допекла у подлая избави боже суды а дочкой отзываться так нельзя а почему на старый сукасской косею славы я зря не вру проваливайся к богу нельзя и рта открыть вам говорят с соседями за крючками сладче тоже не кабан к слишком горячей но боже меня с ума все это смотри где б ни был я и что не задевал гостях ли дома вечным днем и ночью моей мыслью было достать людей жениха и вот он найден богач красавец знатный человек воспитан воплощение всех достоинств мечта и сон а эта тварь пищит не знаю не хочу простите мне рано хорошо прощаю но только впредь изволь кормиться где хочешь только не со мной имей ввиду я даром слов не трачу размышления у тебя два дня если ты мне ночь то выйдешь за париса а если нет скитайся голодай не можешь удалиться бог свидетель тогда тебе не больше не отец так вот подумай это ведь не шутки а дальше я ходила каждый день повтор ли это был спектакль или новое что я ходила каждый день вот сколько шли эти гастроли и абсолютно влюбилась во первых на всю жизнь вопроса для меня вот главный режиссер моей жизни такой эталонный совершенно это анатолий васильевич спрос и влюбилась театр влюбилась настолько что решила пойти к фросу и сказать ему возьмите меня к себе уборщицей кем хотите что просто я могла сидеть и смотреть как вы там в москве вот в этом вот у себя работе как у вас как у вас получается создать этот мир который меня потряс свидание не состоялось я пришла но вот он уже уехал в москву и этого трогательного монолога не услышал мама значит меня рыдающую объяснила мне что режиссерами моем возрасте не становится все равно что для этого нужен жизненный опыт для этого нужно жизнь прожить и очень много что узнать а ты которая всю жизнь сопротивлялась театру и вот и что ты можешь зачем ты вообще фросу и не фросу ты не нужна и никому ты вообще не нужна иди на куда ты собиралась получи образование развей мозги дальше память и так далее и так далее в петрозаводске есть неплохой театр ты в курсе что там есть театр ну да слышала что есть я послушалась умную маму поступила на филологический факультет университета успешно его закончила параллельно действительно первых бесконечно ездила в ленинград смотрел и в москву просто ездила смотреть спектакли не только уже фроса а и на таганку и захаров и в питер весь абсолютно обсмотрела тоже и петрозаводске петрозаводске я попробовала себя в качестве телеведущей мне дали такую маленькую рубрику театральную я брала интервью актеров размер суждали театре вот я тогда получила такой небольшой театральный и телевизионный опыт и когда я закончила университет а я должна была поступать в аспирантуру я была такая хорошая студентка филологическую логическую филологическую аспирантуру мне было совершенно потрясающий педагог преподаватель мой мастер мой учитель профессор алина петровна лупанова член корреспондент замечательно совершенно женщина чем не она любила считала своей наследницей в каких-то делах а меня не взяли сказали что должен быть карел это карелия ну да да и в аспирантуру должен пойти карел или в крайнем случае финн ну крайнем случае финн да это уж их еще меньше ирина петровна сказала что никаких финнов ей не надо и карелов тоже она отказывается от места в аспирантуре но мое место никого не взяла искала мы с тобой сделаем еще быстрее без всякой аспирантуры я сдавала кандидатские минимум как положено все работала в библиотеки кишки выдавала в университете а в этот момент раздается звонок и мне говорят вы такая-то да такая-то вот директор театра петрозаводска просит вас зайти такое-то время к нему в этот момент уходил завалить театр из петрозаводска я вот там мелькала в телевизоре то ну да найдите эту девицу которая берет интервью который берет интервью она ничего соображает такая с филологическим образованием как выяснилось очень казаться может подойдет нам что искать когда своя есть так я попала в театр совершенно совершенно неожиданно и дальше уже театр настолько засосал что вся филология прошла плахом но хорошо будет абсолютно понять а режиссура как появилась мечта режиссури была вот с момента когда я и фроса увидела просто я понимала что я не готова что мама была права потому что пока человек не узнает театр изнутри и не наберется вот жизненного вот этих где жизненных этих соков опыта не только книжек начитается книжек я начиталась достаточно но этого недостаточно театр надо узнать изнутри в нем надо прожить какое-то время беги его надо ощутить как организм который безумно сложен очень интересно устроен надо знать эти все внутренние устройства надо знать все эти вот конструкцию театраль и надо и вообще а человечески надо знать что сказать уже потому что 18 и 20-летнему человеку сказать еще миру мне кажется чаще всего ничего кроме того что там он может выкликнуть какие-то лозунги ну да может быть ну за исключением не ну есть гений например анатолий васильев которому было сказать что есть и в 15 лет по моему но это абсолютно редчайший случай режиссер все-таки это человек зрелый и зрелый личностно и при этом знающий изнутри что такое вот это странное создание театра и вы себя видели именно режиссером и не актрисы никогда актрисой всегда режиссером и очень поздно пришла в режиссуру и боясь вот тут я была трусихой мне казалось что я все время и я еще не готова я еще не готова а вы понимали что режиссура театрально это не совсем женское дело да я до сих пор так считаю если честно потому что ну нет случая мировой практики но его нет чтобы женщина была вот ну как бы истинным лидером не бессмертная мариус накнебель не ныне здравствующая замечательная галина борисовна волчек кого я не возьму из женщин как бы очень состоявшихся и все это все равно чьи-то ученики это все равно люди идущие в русле того что им задали их педагоги их мастера их старшие товарищи нет ни одной женщины которая бы создала вот нечто принципиально новое в театре не говоря уже ком-то направлении сюда женщины нет ни одной это не это в этом смысле не женское дело но я не считаю себя великим режиссером должна вам сказать совершенно определенно я считаю себя профессионалом это безусловно я знаю что как чего и хочу и получаю удовольствие от работы но я совершенно не считаю себя главой чего-то я руковожу собственным театром собственным коллективом и не более и на больше я не претендую у кого вы учились у юрия и я два получила образование я еще закончила школу недавно умершего генназия григорьевича додомяна я в этот момент уже вот созрела для того чтобы начать собственное дело потому что вот я уже очень много лет там времени проработала в государственной структуре театральной и сменила уже провинциальный театр поработала в питере в москве поработала в двух театрах в одном академическом крупнейшем в серии армии другой пушкинский мне в театре сейскарме работала очень интересное интересное заведение мне так казалось да расскажите немножко про именно про театр он огромен он же виде пятиконечной звезды идиотическая такая затея он огромен настолько что в нем есть например танковый подъезд куда въезжают танки на сцену там есть комный подъезд куда въезжают совершенно невероятно огромная сцена большая основная сцена чтобы ее освоить режиссеру это вообще нужно иметь весьма специфическое мышление потому что она настолько велика это невероятная высота это невероятная ширина это огромнейший зал тысяч несколько тысяч человек чтобы ее освоить и артисту и режиссеру нужно иметь очень специфическое умение и представление а вот например юрий иван черемин мой любимый учитель и режиссер с которыми много связано он большую сцену страшно не любил и вставил только по большой необходимости там он любил малую сцену театра и там в основном работал оттуда старался приглашать режиссеров которые умеют осваивать это помещение это было очень интересный театр с точки зрения личности которые там были вот я застава троих людей много народу было но три было особо вот каких-то ну совершенно особых человека и особых актера созданных прямо для этого театра это не на фанась на сазонова милована касаткина и владимир михайлович зельдин вот это троица у них как будто речевой аппарат был специально приспособлен для того чтобы все было слышно что они говорят например они на фанась до большая русская женщина громогласная роскошная а маленькая касаткина крошечка я видел барабанщица она была огромной и высокой в бразильде наговорить ничего это театр требовал специфичных артистов я была по качестве еще завлита юрий он еще мне еремен взял к себе в качестве завлита но я уже начинала ему в чем-то там ассистировать скажем так помогать в то время он поставил свой может быть самый знаменитый спектакль палата номер шесть по чехову спектакль совершенно невероятно ну просто фантастически решенный значит это спектакль представлял из себя вот такой замкнутую как бы палату клетку действие происходило внутри в этой клетке на уровне зрителей глаз были сделано как бы досками все это было сколочено и были щели а зрители сидели по периметру этой клетки страшной и наблюдали за тем что происходит в палате этот спектакль был таким символом перестройки как раз все это вот совпадало со всем временем мы объездили с ним абсолютно весь мир мы собрали все мыслимые и немыслимые театральные награды эти палаты не тащили за собой а строили на месте по эскизам художника стёпы загробяна этих палат разброс по всему миру штук десять наверное они уже все давно превратились прах но дело не в этом мы не впервые в канаду попала это был побегский фестиваль именно за спектаклем палата номер шесть совершенно не имеет отношения к оконам знаете вот я конечно перед нашей встречи понимаете там познакомился с вашей историей и у меня сложилось такое впечатление что как это не парадоксально но вам вот стать режиссером и как-то себя утвердить в этой позиции помогло вот это вот странное вот это вот положение с театрами в начале 90-х годов когда зритель перестал туда ходить да вы знаете правы вот я я так это правы почувствовал вы правы потому что до первых я поняла что и мне все мне надоел стационарный государственный регулярный театр он не надоел это коммунальная кухня я любила отдельных людей в этом театре но как вот как вот как институт которым я существую в качестве винтика он мне просто вызывал вот ну вот раздражение как же семья театрально вот эти семьи уже уродливые абсолютно ненавидящие друг друга потому что вокруг творилось черт знает что вот театр как очень отражает жизнь общества всегда вот бардак был совершенно чудовищный в обществе и совершенно чудовищный бардак был в театре и все ненавидели всех и ни о каком союзе единомышленников речь не шла это были абсолютно такие страшные схватки на моих глазах сжирали режиссеров выплевывали их перемалывали то есть у меня было просто желание все это бросить чертовой матери а тут еще мне помогло то что организовалась первая независимая киностудия москве это была киностудия фора фильм это андрей разумовский совершенно верно андрей вадимович разумовский давний мой приятель и организовал взял меня к себе ну я не ушла из театра но параллельно работала у него помогала ему там с репертуаром тоже все эти вот мордашки дурацкие мы там с ним выбирали что сработает немножко другая история но я увидела структуру которую я поняла что я из ищу независимости да я вспомнила я все-таки образованная личность я вспомнила о российской антрепризе то есть старый да то есть старой антрепризе и я подумала что ведь это же новая форма это же можно попробовать и вот тогда как раз я пошла учиться когда дамяну который умный до невозможности был человек который с моей с этой идеи пришла к нему рассказать ему о том что геннадий григорьевич а вот если попробовать возродить на новом уровне скажут и гениальная в общем короче я отучилась у него я придумала эту форму но и как бы вот в истории нового театра я осталась как родоначальных новой антреприза российской все-таки вы знаете антреприза вот с моей точки зрения опять же я никогда не был внутри этого я наблюдал со стороны но я помню разговаривал с покойным мишей казаковым потому что у него был такой период когда он с женой своей тогдашней а не это было очень успешное предприятие но он говорил вот так вот тянет в репертуарный театр тянет я поняла ваш вопрос я вам скажу так во первых то что начинала я и те кто были вместе со мной в то время а это и лёня трушкин был у нас человек пять которые вот пошли вот в это вот неизвестное новое направление мы все шли идеалистически делать некую новую структуру противопоставляя косности и коммунальщине репертуарного театра у меня в репертуаре простите уайлд бунин коба абэ набоков это мой репертуар да ничего себе антреприза и сравните с тем репертуаром антрепризным который сейчас то есть за эти годы что прошли антреприза очень быстро из вот этого нового направления искусства превратилась в коммерческую дрянь ну да то что называется чёс по гарнизонам да и это особенно ужасно она сказалась она развратила артистов артистов нынешних столичных звездных развратили две вещи в театре их развратила антреприза в кино их развратили сериалы и нынешние московские звезды те которых я помню когда вот я только все это начинала а это были имена первые главные это терехова это догилева это караченцев это полищук огромное количество актеров с которыми меня были приклады лозов мой любимый альберт леонидович с которыми я работала это они выкладывались стопроцентно они были вовлечены идеологически в то что мы создаем нечто самостоятельное другое свежее новое новые названия новые и нынешние артисты ну я вам не две две примера просто приведу значит я не буду называть фамилии это очень известные актеры значит я смотрю ну там прошло какое-то время свой спектакль в главной роли очень знаменитый актер наш любимец всей страны он весь спектакль просидел в кресле и попивал коньяк я сижу в зале смотрю свой спектакль я его поставила несколько лет назад вокруг страсти пылают две артистки выясняют отношения а он сидит и спокойно разговаривает с ними и я вижу что он пьет не чай разбавленный я вижу что он коньяк пьет реальный коньяк реальный коньяк и так и до поклона он и просидел весь спектакль я была ошеломлена я к нему дошла говорю саша это что было что это было понимаешь мне кажется что это это интересней решение он мне режиссеру говорит когда вот бабы разбираются а я думаю же про это знаешь я ведь не просто сижу и пью коньяк я думаю он но он еще с чем нужно со мной объясняться второй пример играем спектакль пресли у меня он назывался не будите спящую собаку на самом деле это знаменитый опасный поворот ну как вы помните лорды поэры детектив да бывший свет очень известный артист прям на сцене а на сцене герои никуда не уходят вот они там все время зарядками исключения они все время находятся на сцене вся эта компания лорда он вдруг развязывает шнурки у ботинок и переодевает на глазах у дам доски как потом я выяснила он их надел наизнанку и она ему терла и было неудобно и он решил на сцене переодеть что это ход истории такого рода я могу сказать много и это халтура все это то что вызывает у меня например ну просто у меня я уже сколько несколько лет не ставлю в москве вот просто не ставлю хотя у меня есть предложение все но я не ставлю потому что я я не хочу с ними иметь дело они меня вот артисты вот эти вот звездные артисты просто чудовищно раздражают если говорить об антрепризе здесь с моей точки зрения есть несколько для меня не совсем понятных моментов но во первых сложность в том чтобы собрать на какой-то период актеров из разных театров выдернув их из до своей это какой-то текущей работы возможно вместе с тем они же понимают что работа там в общем на стационаре это дает им какое-то положение да там академически а это дает им деньги а деньгам они тоже относятся совершенно за эти годы очень изменилось их отношение к деньгам поначалу они были счастливы получить приличные по сравнению с государственными театрами суммы а сейчас они ориентируются на гонорары а почему-то обязательно роберта де нира при этом совершенно забывая о том что роберт де нира получает высокие гонорары потому что он делает кассу фильму который соберет потом в прокате значительно больше именно поэтому получает такие огромные деньги они не роберта де нира и не получит никто такие большие дивиденды с их участие в проекте у вас в жизни были периоды такого абсолютно безденежья абсолютно это вот когда случилось это какой был год девяносто первые что льда когда нас белый дом обстреляли из дата у меня плохо 13 у меня была премьера в вахтанговском театре спектакля натали по бонину который мне не разрешили играть потому что пули то по арбату летали это все на одной как бы линии находится а как мне положено все было вложено в эту работу проданы билеты снят очень не дешевый по ренту театр вахтангова сшиты костюмы сделаны декора все вложено у меня как бы запаса не было все уже произошло и должно было естественно вернуться после этих премьер билетами которые были раскуплены и все прочее нам не разрешили играть деньги мне за аренд не вернули мы не сыграли деньги мне пришлось еще вернуть людям которые их купили я оказалась полным категорическим банкротом я еще какое-то время там пыталась выбраться но это было банкротство в чистом виде и и я продала очень многое что у меня что-то было у роскошный там условно говоря черный кабинет такой прям я была хорошая светоаппаратура я рассчиталась долгами как-то с каким-то безумным трудом кстати с помощью вали которые в этом там что-то продали в общем я рассчиталась долгами осталось по полном нуле ну и тогда когда вот этот ноль и мне нечего вкладывать в новое дело извините я вот этот момент я не понял у вас что не было инвесторов вы сами вкладывали это несколько неожиданно потому что я так предполагал что всегда кто-то есть кто инвестирует и ожидает только на первом спектакле только на самом моем первом м бетерфляй который я делала в форе фора финансировала я еще не было как бы я была только продюсером этого всего и помогли мне мои друзья на первом моем уже под моем моем лично вообще спектакле это рок-мюзикл с вами царевна иудейская а а а а Больше у меня помощников не было. Больше я все сама зарабатывала и вкладывала, зарабатывала и вкладывала. Слушайте, ну это же колоссальная ответственность перед теми же актерами. А вдруг не получится. Ну вот видите, как произошло с Натальей. Ну здесь, допустим, хорошо, здесь это не от вас зависело. Ну у вас наверняка бывали какие-то, не знаю, там просчеты, провалы? Вы знаете, не было. Не было? Не было. Все мои спектакли окупались, все мои спектакли были востребованы. И кроме вот этой дикой истории, которая со мной произошла и выбила меня из жизни практически на пару лет, и мы просто с Валей начали заниматься другим делом же. Мы начали... Я придумала такую штуку, театрализованное фэшн-шоу. И мы очень быстро, вот при помощи там Дадамяна, стали страшно популярны, как постановщики фэшн-шоу. Потому что я придумывала невероятные театральные ходы, а Валя замечательно же двигается. Он 10 лет проработал педагогом по движению в ГИТИСе. И он танцует прекрасно, двигается. И он прекрасный педагог по дефиле. Это очень такая редкая профессия. И вот как бы мы с ним в сочетании вот таких вот наших способностей были очень востребованы. И мы зарабатывали прилично еще на этом деньги. И нас везде приглашали. Вы ездили по разным городам? Вы ездили по разным городам? Нет, нас приглашали в Москве крупнейшие Зайцев, Долора Скандрашова. То есть самые-самые-самые-самые. Всякие фирмы очень крупные. Там, Боскоди Челеджи, Мандарина Дак. Мы ставили им роскошные показы. Это всегда производило немыслимое впечатление. Нам за это платили очень хорошие деньги. И так мы выползли за пару лет из вот того дна, в которое упали. А вам интересно было это делать? Поначалу очень. Поначалу очень. Потому что это совершенно был такой неожиданный ход. Для всех это было полной неожиданностью. Это был принципиально новый ход в этом. Потому что это обычное дефиле. Ну и тут девушки идут. Ну идут туда, идут сюда. Зайдут сюда, зайдут сюда. А у нас это было с такими... Именно, например, были выходы с собаками. С белыми лайками. Девочки в черных. Держат на поводках лайк цирковых. Красота. С ума сойти. Или мы устроили качели. Представляете, сцена Кремлевского дворца съездов и девочки на качелях из одной кулисы в другую. Из одной кулисы. Ну красота какая. Или там, я в отличие от других знаю устройство театральное, упросила открыть люк Кремлевского дворца съездов. Представляете, выход, когда открывают... Это же не виден люк. Просто из-под земли вырастают вот эти манекенщики. Ну вот такие ходы, как это производило сильнейшее впечатление. Плюс укреплялось такими... Это не назвать танцем. Это именно пластические ходы, которые... Потому что манекенщики обычно огромного роста девицы куда-нибудь танцевать. Но рукой туда вместе, ногой сюда вместе... Это все очень производило красивое, эффектное впечатление. А что для вас или кто для вас актеры? Это как бы инструмент для реализации ваших идей или единомышленники, или соавторы? Очень сложный вопрос. Есть, вернее уже был, например, такой вот актер, как Альберт Леонидович Филозов. С которым у нас было такое человеческое и творческое, вот прям вот полное единение. И то, что он ко мне относился так трепетно, и ему так нравилось, что я ему предлагаю. Вот безумно нравилось. Мы с ним вот сливались в какой-то прям вот едином порыве, и это было прекрасно. Я могу как пример этого рассказывать. Вот такой пример. Хорошо. А скажем Маргарита Терехова. Это очень сложный пример, потому что Маргарита Терехова, с одной стороны, абсолютно гениальная артистка. Ну, абсолютно гениальная. Абсолютная индивидуальность, личность, все что угодно. А с другой стороны, это тяжелейший характер. Сейчас говорить про это не хочется, она сейчас больна, и я желаю ей изо всех сил здоровья, и вот мы дружим с Санечкой, ее дочкой, и знаем, как она ухаживает за мамой, и как она поддерживает маму в ее сейчас тяжелом положении. Но при этом, если вспоминать все-таки то, как она, когда она была в силе, и когда… Это сложнейший характер. Сам она говорит, когда она в хорошем настроении бывала, говорит, ей был только один режиссер, который мог со мной справиться. Это был Тарковский. Вот пред ним она падала ниц. Все остальное для нее… Да, но при этом, на Москве, репетировала она очень хорошо. С ней было интересно. Она… Вот это были времена, повторяю, вот это вот… Той, начало, вот новой антрепезы. Она вгрызалась в эту роль, в эту кобабу. Она не расставалась с этой книжкой. Она выискивала смыслы глубинные, вторые, третьи. Она Валю не отпускала от себя, он был ее партнером, они вдвоем работали в этот спектакль. Все это происходило, ну, на таком роскошно-высоком актерском уровне. Как профессионал – это, ну, высочайший класс. А человеческий – сложно. Вы, наверное, много раз сталкивались с ситуациями, когда человеческие качества и талант, даже, может быть, гениальность идут… Да. А как с этим быть? Ну, как… Во-первых, надо иметь собственный характер. Жесткий достаточно в общении. При том, что… Я вот так, в бытовой жизни достаточно мягкий человек. Но когда я вступаю на стезю профессиональную, я становлюсь жесткой. Меня подвинуть, меня перекрутить, меня заставить делать что, что я не хочу – это практически невозможно. Потому что за мной стоит, с одной стороны, колоссальный опыт работы в театре, вообще в театре, в любом качестве. И, повторяю, на моих глазах совершались столько революций, столько безобразий. Ну, огромное количество, это с одной стороны. А с другой стороны, я сама прошла уже, когда вот пошла в самостоятельное плавание, ну, очень такую серьезную школу выживания. Это только часть из того, что я вам рассказала, там, что со мной происходило. Вот я говорю, у меня жизнь, она как-то вот интересно строится. Нету, как у большинства людей, вот, значит, степ-бай-степ и иду вот туда-то. Я просто много-много раз, получается, что меняла свою жизнь. Вот с точки зрения режиссера, как вы считаете, ваша жизнь – это удачный проект? Вы знаете, я до сих пор не знаю, чем все кончится. Потому что, вот мы сюда поехали, в Канаду, как бы по двум причинам. С одной стороны, канадский один модельер, не буду называть его имени, повторяю, мы были очень популярны. Кому мы только не ставили в Москве. Вот мы поставили этому канадскому модельеру весьма его паршивые коллекции «Роскошное шоу». Он абсолютно был потрясен, он ничего подобного не видел в Канаде, даже близко. Но это правда, мы тогда были лучшими. Такой великий деятель Александр де Пари сказал со сцены Кремлевского дворца съездов после нашего шоу, что Ольга Шведова и Валентин Овсюк – это лучшие постановщики Европы, и я это вам говорю. Это мы помним, и это нам приятно. Так вот, мы были очень… И он нас позвал работать по контракту. А в этот момент моего сына призывали в армию. А там Чечня, 90-е годы, и вообще, знаете, так-то у нас все в порядке было. Вот я вам рассказываю про мою жизнь. Я уже выползла из всех кризисов. Все в порядке. Выплатила долги. Ну и мы что-то так подумали и решили, а давайте попробуем. Ну и заодно ребенка увезу. В Чечне ему делать здесь считало нечего. Так вот, ребенок, получив здесь роскошное образование, получив очень серьезный толчок для карьеры, вернулся в Россию. И сейчас там делает блестящую карьеру. Ну так часто бывает. И доволен. И очень доволен. А мы тут. Как с нами дальше случится? И довольны? То довольны, то недовольны. Ведь понимаете, когда все-таки… Вот существуют же, повторяю, разные же уровни всего. Например, в прошлом году меня позвали, меня и Валю, поставить с очень большим здесь успехом прошедший спектакль по фаузу «Коллекционер». Пожалуйста, выходите за меня замуж. Предлагаю вам руку и сердце. Все, что у меня, есть ваше. Замуж выходят по любви. Я ведь ничего не прошу у вас такого, чего вам делать не хочется. Вы можете поступать, как вам нравится. Вы можете продолжать изучать дальше искусство, всякое такое. Я не стану ничего от вас требовать. Только носите мою фамилию и живите в моем доме. А у вас будет отдельная спальня. Вы можете на ночь запирать дверь, если вы мне так и не поверите. Мы с вами не понимаем друг друга и никогда не поймем. Мы по-разному видим и воспринимаем мир. Вы просто не верите в то, что у меня есть сердце. Да нет же. Для меня мир не делится на то, что прилично и неприлично. Для меня в жизни главная красота. Немного из того, что вам кажется прекрасным, представляется уродливым, а многое из того, что вам кажется непристойным, представляется прекрасным. Все опять слова. Я тут стою с кольцом на коленях, предложение вам делаю и ответа жду. Я не могу выйти замуж за человека, который мне не близок. Я, например, весь принадлежу вам. Да нет же. Близость должна быть обоюдной. Оба отдают себя и оба принимают этот дар. Вы не можете принадлежать мне, потому что я не могу принять вас. Я ничего не могу предложить взамен. А мне многого не нужно. Я не люблю вас. И мы там его поставили. И поставили с очень таким успехом невероятным. Вот у них билеты до конца сезона. Как начали продавать, так и все продано. Публика идет. Восторженные отклики. Валя там сыграл и произвел еще очень сильные впечатления. Я вернулась таким образом в государственную структуру. Более того, даже не в Москве, а в провинции. Орел это небольшой, милый, провинциальный город. Насколько я помню, он такой театральный. Очень театральный. С тех еще советских времен. Очень симпатичный город. Очень симпатичный город. Меня опять позвали ставить. Вот я в Москве не хочу ставить, а в Орле поехала. Что это значит? Ну, трудно сказать. Спрашиваю я вас у себя. А я вас спрашиваю. Вы как считаете вообще вот эту жизнь, как она устроена? Кто-то, в общем, ведет или это дело рук человеческих? Да ведет, наверное, потому что уж больно странные зигзаги выдаются. Мало объяснимые, честно говоря, с точки зрения обычной нормальной логики. Вот такие странные зигзаги, такие странные повороты. Потом все-таки вот, несмотря на то, что в основном-то снимают всякую ерунду в России. Мало хороших фильмов, практически нет хороших сериалов. Единично все по пальцам одной руки. Тем не менее, там все как бы сейчас ожило. Валя снялся в паре очень хороших фильмов. Что там наш доктор? Пока молчит. Значит, с испытаниями антидота тоже проблемы? Слушай, я вообще не понимаю, зачем нам нужен этот антидот? Это же деньги на ветер. Не скажи. Сначала мы получаем небольшую прибыль от яда, а затем совсем другие деньги за противоядие. То есть, сначала мы за деньги травим, а затем за деньги же спасаем. Совершенно верно. Только второе будет стоить намного дороже. Борис, объясните, что произошло? Что произошло? Приехали три амбала. Посадили меня в машину. Вам угрожали. Угрожали? Не только. Вы подписали договор с затравой. Евгения Генриевна, а как вы думали? У меня семья. Между прочим. Его приглашают работать здесь. Он тоже снимается, но в гораздо меньшей степени, потому что язык, потому что... Ну, потому что русском артисты здесь... Ну, да, это понятно. Свои проблемы. Поэтому... Вот я, да, я совсем ни в чем не уверена. Я тоже ни в чем не уверен. Я уверен в том, что наше время подходит к концу. Вот. И я хочу продолжить наш разговор, если вы не против. Да, да. Да. Это была Ольга Шведова, театральный режиссер. Всего вам доброго. До следующей субботы. До свидания. До свидания. До свидания. УND